сейчас давайте сделаем соус который будет прекрасно сочетаться с бургером есть такой знаменитый соус который используется в макдональдс это бит мак вот приблизительно скажем по мотивам мы сейчас с вами создадим свой соус наш домашний майонез 2 полных столовых ложки если у вас нет домашнего майонеза конечно покупайте хелманс ну или какой вам нравится полная столовая ложка кетчуп сахар столовая ложка пол столовой ложки крупнозерновой горчицы она даст нам фактуру и вкус дополнительный это обычная у нас дижонская горчица не полная столовая ложка потому что у нас уже пол ложечки есть так чтобы все-таки соблюдать баланс столовая ложка сухой лук сухой чеснок также столовая ложка соус ворчестер полная чайная ложечка для того чтобы придать остроту нашему соусу я буду использовать острый соус шерерача вы можете использовать также соус табаско ну или же вообще острый соус не добавлять это как говорится по вашему желанию я добавлю чайную ложечку сервера чем в классическом соусе бик мак используется сладкие корнишоны из них делают пюре но я не буду добавлять корнишоны сюда потому что я буду использовать корнишоны нарезанные тоненько и мы с вами добавим уже в сам буркер поэтому когда слишком много корнишонов тоже у нас с вами будет искажение вкуса все смешали соль не добавляйте потому что и в майонезе и в кетчуп и в горчице все есть зубец чеснока классическом соусе бик мак чеснока нету но ребятки я считаю что чесночок только его делает вкуснее этому соусу нужно постоять не меньше 15-20 минут для того чтобы сухой лук чеснок и все наши ингредиенты обменялись своими вкусами попробуем шикарно шикарно не прибавить не отнять наш соус готов закрываем пленочкой отправляем холодильник будем сервировать его буквально в последний момент когда уже начнем собирать наш бургер друзья наше тесто подошло у меня прошло в среднем час 25 минут посмотрите что у нас получилось красавица да ребята у нас здесь 850 860 грамм из этого количества теста у нас с вами получится 8 прекрасных булочек диаметр 10 сантиметров но для того чтобы у нас получились булочки все одинаковые необходимо тесто взвесить 105 107 грамм ориентировочно вот такой вот вес они плюс минус 1 2 грамма конечно же это не будет заметно что мы делаем дальше вот смотрите берете кусочек теста и накручиваем 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 накатал его отправляем его опять в теплое место я отправляю в духовку у меня там до сих пор держится температура в среднем 40 градусов оставляем в духовке еще на 35 40 минут также нам понадобится один желток и две столовых ложечки молока мы будем с вами мазать булочки тесто у нас на стойке буквально через 10 минут она уже будет готова начнем с вами бланшировать картофель картофель я сварил вчера как я уже говорил он остыл полностью сейчас с вами будем его готовить первый этап приготовьте емкость корзинку греем фритюр до 130 градусов нарезаем картофель всю картошку сразу не опускайте потому что она влажная холодная масло может пойти через край потихонечку бланшируем минут десять до приятного легкого золотистого оттенка так ребята прошло 10 минут вот так картошечка должна выглядеть сейчас ее вытаскиваем аккуратненько масло можете пока выключать мы его включим и будем нагревать до 180 градусов перед самой самой подачей вы помните что картошку я когда варил добавил лучок и чесночок много соли то есть картошка у нас с вами получится очень выразительная и вкусная то что здесь масло осталось видите я бумагу еще не подкладываю нет необходимости потому что у нас будет второй этап обжарки подведем итог картошка была сварена вчера сегодня бланширована при 130 градусах в течение 10 минут вот до такого приятного цвета сейчас она нас прогрелась лишняя влага ушла уже буквально за 5-7 минут до подачи наших бургеров мы доведем масло до 180 градусов и дадим ей последний touch то есть последний скажем так момент и она будет у нас румяная красивая и хрустящая отправляем ее в сторонку пусть здесь стоит отдыхать ну вот наши прекрасные булочки на давайте заканчивать и будем готовить включайте духовку 180 градусов разогреваем ее очень хорошо разогревайте ее буквально вот вам таймер показал что она уже 180 градусов дать еще минут 10 чтобы на приста восьмидесяти постояла так чтобы она полностью прогрелась как только духовка будет хорошо раскочегарена мы отправим наши пышечки в печь но сейчас мы их будем еще заканчивать это еще не все пойдемте смотрите что я буду делать желток куриного яйца и пару столовых ложек молочка помните я вам сказал что когда мы дали им еще 20 минут на расстойку чтобы вы их ничем не закрывали я сделал это намеренно для того чтобы поверхность была более суши и покрепче чтобы мы могли с вами сделать вот этот финт и намазать их да да они слегка обветрились абсолютно верно давайте посыпем их семечками у меня здесь один к одному лен кунжут и мак духовка готова 180 градусов отправляем на 15 минут без вентилятора ребятки вот посмотрите что у нас с вами получилось ну что красота красавчики бить какие они но к сожалению вот такие свежие булочки не будут хороши для бургеров то есть булки сегодня на сегодня это не наша тема обязательно готовьте за сутки ранее я сейчас покажу булки которые приготовил вчера а вот вчерашние булочки шикарные да конечно вот посмотрите-ка вот они у нас эластичные мягкие и плотные то что нужно вот они будут сейчас прекрасны для нашего сегодняшнего бургера совершенно верно они будут прекрасны завтра давайте нарежем и приготовим овощи которыми будем прокладывать наш замечательный бургер соленые огурчики корнишоны выбирайте самые-самые вкусные ведь и я их не нарезаю слишком крупно я даже знаю почему почему потому что если будет очень большой огурец он будет вытягиваться из конструкции совершенно верно так вкуснее и так удобней огурцов не должно быть слишком много нашей конструкции начали перетянуть все на себя хорошие вкусные сладкие томаты нарезайте так тонко на сколько у вас получается немножко белого лучка белый лучок я буду поджаривать салат именно он даст тот самый правильный вкус хруст свежести это не страшно если они поломаются в любом случае мы с вами будем вот так вот овощная составляющая готова идем к финишу практически все готово у меня все уже горячее планча вперед на ней грилуем наши прекрасные буки но красота да прелесть то в этих булках хорошо ребята они не раскисают они держат свою форму а это очень и очень важно для бургера так сейчас мы с вами их подвелуем это наша топленая маслица чуть-чуть чуть-чуть это займет несколько минут вот наш соус все холодненькое овощи лучок до бекончик бекончик котлетки ну смотрим что у нас здесь аля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля какая красотища все подрумянилась она хрустящая вот вся такая прекрасная погнали дальше друзья немножко маслица топленое масло как сделать его посмотрите лучок ребята я вам дам хороший совет соус наш достаточно агрессивный он и уксусный и соленый поэтому солью не горячитесь поверьте лучше пусть будет слегка не до соленой чем пересоленой все наша задача теперь поджарить лучок чтобы он был приятно золотистого оттенка сделать хрустящий бекончик и после этого начнем с вами готовить уже котлету я выключаю плиту у нас практически все готово включая эту сковородку на максимальный огонь греем ее какой сыр нужен лучше всего использовать чадар обычно макдональдс и большинство ресторанов которые готовят вкусные бургеры используют вот этот сыр но ребята если у вас нет чадар используйте любой сыр который у вас этот лучок я буду использовать с нашими бургерами наши котлетки смотрим они у нас полежали в холодильнике стали тверде приняли свою форму что делаем перчик соль все вперед на горячую сковородку немножко добавлю нашего маклица перчик все больше котлетам нашим ничего не нужно мне нужно получить красивую корочку так называемый эффект маяра это когда аминокислоты и сахара при нагревании образуется в ту самую характерную корочку то есть вот готового продукта срок наш готов ждет своего часа обретите внимание вот выступает сок все сейчас нам нужно с вами положить лучок наш сырок двух видов все готово выключаем сухое вино для того чтобы наш сырок расплавился все выбираемся где ребята котлеты наши готовы все готово абсолютно фритюр у меня 180 градусов сейчас отправляем картофель дожариваться он будет готовиться ну в среднем три минуты пока мы с вами будем загружать наш гамбургер картошка будет готова все с пылу жару все сразу мы с вами сервируем как положено гамбургер картофель на и ну друзья вот наши чизбургеры красавцы нереальные вкуснятина просто умопомрачительная давайте пробовать наша картошечка она очень часто подают к различным бургерам она не очень хрустящая хрустящая картошка это та самая правильная приготовленная немножко иначе я не стал сегодняшнее первое видео вас слишком грузить вот в другой раз я вам покажу именно сделать как ту самую ресторанную как делают в макдональдс замечательно наши бургеры посмотрите ну просто красотища сейчас мы его с вами разрежем посмотрим что же внутри сочненько все котлетка сочная котлетку я сделал медиум друзья нет таких слов которые можно было бы описать вкус этого прекрасного блюда на такой степени сбалансировано все и кислота и сахар и вкус говядины и сочность говядины вот эти все соусы то что там обязательно проложены овощи приготовьте все шаг в шаг как сегодня мы с вами делали картошечку соусы булочку котлетку все ингредиенты которые мы с вами использовали пока что ничего не делайте от себя не экспериментируйте попробуйте вот нашу версию и вы нас по-настоящему ощутите и почувствуете вкус легенды это тот самый бургер за который не жалко отдать любые деньги друзья на сегодня все надеюсь что видео было интересное вы для себя узнали что-то новое вам было не скучно с нами увидимся в следующий раз пока мои дорогие